Блокада Ленинграда трагическая и страшная страница отечественной истории. Город был захвачен фашистской армией 8 сентября 1941 года, а окончательно освободить северную столицу советским войскам удалось только 27 января 1944 года. Этот день является днём полного снятия блокады Ленинграда и одним из дней воинской славы России. Я вот считаю, что это не просто день воинской славы, ведь блокада, которая длилась более 900 дней, задела прежде всего и гражданское население. То есть страдали обычные мирные жители, дети блокадного Ленинграда. И, конечно, в современной мировой истории таких примеров просто не было, что на протяжении практически двух лет жители, понимая необходимость и, скажем, проявили стойкость, переносили все тяготы. И только лишь в 1943 году появилась возможность, когда появился коридор ладожский, и появилась возможность получения продуктов питания более-менее на стабильной основе. И только в 1944 году была снята блокада. То есть вот таких примеров история просто не знает. Жителям Ленинграда пришлось прожить в полной изоляции 900 дней. Продукты питания в город удавалось передавать только через Ладожское озеро. Через этот же канал эвакуировали детей. Сейчас в Копейске проживает 15 детей блокадного Ленинграда. У нас были и защитники блокадного Ленинграда, то есть те, кто были в действующей армии. Но, к сожалению, сейчас уже этих ветеранов у нас нет. У нас остались только жители блокадного Ленинграда. Те, которые, ну, фактически у них возраст был, ну, самый младший возраст, да. То есть это были или грудные, скажем так, или двух-, трех-, четырехлетние. И в этом возрасте они были эвакуированы сюда, на Южный Урал, в Копейск. Людмиле Логиновой на момент начала блокады было три с половиной года. Она рассказывает, что к постоянным бомбежкам жители города привыкли быстро. А вот по-настоящему страшными воспоминаниями стали холод и голод. У меня папа был кадровый военный, и ему давали сухой паёк. Мы съели всё. А вот мама была очень экономная, и она сохранила чечевицу, почти 10 килограмм. И вот, наверное, благодаря этой чечевице мы выжили. Однажды, уже в Копейске, будучи взрослой, меня угостили супом. Я не могла понять, почему он такой вкусный, что он мне напоминает. И я когда спросила, из чего он, чечевица была. О том, в каких условиях жили ленинградцы, знали и на фронте. Ну, конечно, радио-то мы слушали, понимали, что там, ну, скажем, одно дело Ленинград, другое у нас на фронте. Тут и убивают, тут и всё. Но там же люди голодом сидят, дети. Вот что было страшно. Копейских ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 27 января собрали в Краеведческом музее. Слова благодарности и приятные пожелания в этот день им высказали представители администрации, собрания депутатов и кадеты. Депутаты. Продолжение следует...